Девушки отдыхают Сезоны 2007-2008 В рамках 1-8 чемпионата России по настольному футболу встречается один из основателей кикеров России Константин Мясников, он представляет город Москва, и один из самых титулованных кикеров Сибири Полищук Максим, он из Красноярска. Оба игрока сейчас находятся, что называется, на подъеме, в хорошей форме, так что сегодня нас ожидает яркая и бескомпромиссная борьба. Ну что же, посмотрим, кто победит в противостоянии региона против столицы. Итак, синими игроками у нас играет Константин Мясников, соответственно, красными играет Максим Полищук. Ну что же, игроки поприветствовали, как это принято в настольном футболе друг другу рукопожатием, и вот сейчас игра начинается. Константин Мясников со средней линии пытается атаковать, отдает он пас в линию атаки, ну вот мяч доходит как раз до адресата, посмотрим, что же делает Константин. Мяч центральному нападающему, и гол. Отличный удар, отличное начало этого матча. Да, тут, как говорится, без шансов. Смотрите, какой мощный, сильный удар пробил Константин, и таким образом счет матча открыт 1-0 в пользу команды Синих. Ну, посмотрим, что же удастся противопоставить Максиму Полищуку. Пару слов о Максиме, не такими уж частыми гостями у нас бывают красноярские кикеры. Вот Максим как раз-таки один из самых ярких представителей сибирского настольного футбола. Он за свою практику уже стал одним из самых титулованных кикеров региона. Посмотрим, что же ему удастся противопоставить Константину Мясникову. Сейчас вот как раз мяч у Константина, и отличный удар из защиты. Посмотрите, как все четко разыграл Константин. Перепасовочка небольшая, потом проследовал четкий удар. Ну, вот сейчас на повторе видно, что, в принципе, рикошетом еще не последнюю роль сыграл. Таким образом, 2-0 в пользу команды «Синих», за которой играет Константин. Но сейчас мяч у Максима Полищука, как раз у центрального нападающего. Смотрите, обрабатывает очень долго этот мяч. И в итоге удар, гол, да. Отлично, вот он ответ. Первый мяч на счету красноярского кикера. Максим отлично выполнил удар. У него этот удар очень хорошо получается. И вот сейчас он продемонстрировал свой класс, что называется. 2-1, посмотрим, посмотрим. Это противостояние обещает быть все-таки очень и очень интересным. Сейчас мяч у защиты красных. Вот, опять же, перепасовочка, удар. Мяч не попадает в створ ворот и не попадает в целом нападающего. Посмотрим, что сделает Константин. Ну, опять, тоже небольшая перепасовочка. Заметьте, пока в основном атакуют защитники. И вот очередной удар из защиты приводит к голу. Смотрите, по сути, это копия второго гола, который забил Константин. Аналогичный гол, аналогичная ситуация. И счет 3-1 в нашем матче. Тем временем Максим пытается оперативно ответить, сравнять, сократить разницу с счетом. Точнее, но вот сейчас опять попытка пробиться на их счет не увенчалась успехом. Зато мяч теперь попадает к Константину. Константин тоже ставит мяч под центром форварда своего. И, пожалуйста, вот она реализация Константина. Отличный удар, отличный гол. Четко в угол попадает мяч. Таким образом, счет становится уже 4-1-4-1 в пользу Константина Мясникова. Ну, а что же Красноярский кикер? Ну, надеемся, что удастся ему сократить хотя бы разницу в счете. Вот сейчас перепасовочка между вратарем и защиты. Любопытный удар. Борт, видимо, с надеждой получить пас в линию атаки. Но это сейчас не получилось. Тем временем мяч у Константина. И снова смотрите, какой удар. Какой удар. Хитрый, хитрый удар. Ну, Максим явно не ожидал такого коварства от Константина. Смотрите, как вот мяч закатывается в ворота. Да, 5-1-5-1 в пользу Константина Мясникова. Тем временем Максим Полищук пытается из линии обороны как-то начать свою атаку. Как-то исправить ситуацию в этом сложном для него матче. И вот, опять-таки, смотрите, попытался ответить тем же оружием, что называется. Тоже через борт был ударчик. Но тем временем мяч как раз-таки и получила атака. Атакует красный мяч у центра форварда. Ну, я догадываюсь, что сделает Максим. И в итоге он делает то, что нужно было сделать уже давно. Он забивает сейчас гол. Хороший гол. Такой немного покасательный, получается, мяч прошел от игрока. Но тут удар такой, что как бы претензий к вратарю синих, конечно, нет. Таким образом, 5-2. 5-2. Но, думаю, разница в счете не должна никого вводить в заблуждение. Потому что Максим Полищук очень неплохо играет в линии именно нападения. Если он сейчас наладит этот вопрос и решит все проблемы, то, может быть, удастся ему сократить. Но, тем не менее, пока Максиму это не удается, зато он пропускает очередной гол от Константина Мясникова. Такой классический, я бы сказал, удар. Ну, и тут, опять же, тоже не было вариантов у вратаря соперника. 6-2, 6-2. Уже ситуация критичная, что называется. Максиму, наверное, только удастся, ну, максимум сократить счет на победу. В такой игре рассчитывать сложно. Совсем не клеится игра в обороне у Максима. Но вот сейчас хорошо у Константина не получился его фирменный удар. И вот атакуют уже красный. Точнее, пытаются это сделать. Вот Максим долго возится с мячом. Потом не удается ему пас в линию полузащиты. И опять мяч в атаке. Перепасовочка. Вот это гол, вот это гол. Посмотрите, буквально-таки наш ответ Чемберлену, как говорится. Вот он, гол с линии обороны. Такой же гол, который забил Константин в самом начале матча. Ответил Максим Полищук. Максим Полищук из Красноярска. Вот ответ, так сказать, столицы. Ну, неплохо, неплохо. Таким образом, счет становится в матче 6-3. Отрыв немного сокращается. Ну, быть может быть, Максиму удастся сделать маленькую сенсацию. Давайте посмотрим. Правда, откровенно говоря, у него не удается сейчас... Не идет игра именно в пас. А в кикере без паса, откровенно говоря, делать нечего. Но зато вот это получается у Константина. Смотрите, как он хорошо владеет средней линией. Перепасовочка. И вот он мяч доходит в линию атаки. В линию атаки. И вот сейчас, сейчас все может решиться. Вот этот удар решит судьбу матча. Да, это гол. Таким образом, Константин Мясников одержит победу со счетом 7-3. Москва победила Красноярск. Константин Мясников победил Максима Полющика со счетом 7-3. И таким образом проходит четвертьфинал. В этом матче в рамках 1-4 чемпионата России по настольному футболу встречались Шади Шатер и Юрий Жук. Оба представляют город Санкт-Петербург. Этот матч можно смело назвать международным. Как вы понимаете, Шади Шатер иностранец. Он приехал из Марокко, но сейчас волей судьбы оказался в Санкт-Петербурге. Ну что же, посмотрим, чем же отличается марокканская тактика игры от общепринятой в России. Итак, синими игроками играет Шади Шатер, соответственно, красными играет Юрий Жук. Игра начинается. Мяч разводит как раз-таки Юрий Жук. Перепасовочка с средней линией поля. Попытка отдать мяч в атаку не увенчалась успехом. Зато теперь мяч у защиты синих. Напоминаю, что Шади у нас представитель из Марокко. Все от него ожидают... Вот это гол! Вот я только хотел сказать, что все от него ожидают нестандартных ходов. И мы увидели этот нестандартный ход. Смотрите, какой замечательный удар. Четко в угол ворот с крайним защитником. Довольно необычное такое явление, скажем так. 1-0 в пользу Шади. В пользу марокканского нашего игрока. Марокканского игрока с питерской пропиской, да. Ну, Юрий Жук пытается тоже сделать контур-выпад. Вот сейчас атакует и гол. Отличный гол. Юрий Жук. 5 баллов. Но пока, правда, 1-1. Счет в этом матче. Таким образом, снова ничейный результат. Это говорит о том, что интрига. Интрига у нас сохраняется. Напоминаю, что это борьба за выход в полуфинал чемпионата России. Так что вряд ли этот матч окажется из разряда простых и легких. Но тем временем посмотрим, что же тут у нас происходит на поле. На поле у нас красные пытаются атаковать. Синие блокируют. И вот очередная попытка приводит к голову. Отличный гол от Юрия Жука. Ну, скажем так, ответил Юрий Шади. Тоже пробил с линии защиты. Но гол просто шикарный. От штанги ворота там без вариантов. Таким образом, 2-1 в пользу Юрия Жука. И вот Юрий у нас, как видно, не успокаивается. Пытается дальше атаковать. Атакует он сейчас из линии обороны. Попытка дать пас не увенчалась успехом. Мяч зато получил Шади. И вот Шади сейчас наверняка исполнит фирменный удар. Да, снайкшот. И таким образом счет у нас становится 2-2. Результативный удар. Гол. И мы снова наблюдаем ничейный результат на импровизированном табло. 2-2. Это упорная битва, что, собственно говоря, и ожидалось. Действительно, чемпионат России, полуфинал, это, по сути, выход. Полуфинал, по сути, то, к чему стремится каждый спортсмен, быть в полуфинале. Это главная задача любого кикера, наверное. Вот это гол, вот это гол. Посмотрите, как все здорово сделал Юрий. Вот он был, что называется, на готове. И не просто блокировал пас со стороны линии обороны, но и тут же произвел атаку. Со средней линии мощный удар и четко ворота. 3-2. Юрий Жук снова уходит в отрыв небольшой. Но один гол это еще ни о чем не говорит. Поэтому давайте посмотрим, чем же ответит Шади. Вот сейчас он с линии обороны опять пытался пробить тем же ударом, когда он забивал свой первый гол. Но сейчас уже Юрий на готове. И смотрите, какая контратака. Юрий Жук забивает гол с линии обороны своим крайним левым защитником. Отличный удар, отличный гол. И таким образом Юрий вот теперь действительно уходит уже в небольшой отрыв. 4-2 плюс 2 очка фуры. Ну что же, посмотрим, чем же ответят синие. Синие снова пытаются атаковать с линии защиты. И вот он гол. Отличный гол, отличный гол. Сегодня у нас в основном голы, смотрите, забиваются с линии защиты. Ну неплохо. Это говорит тоже о определенной тактике, которой владеют спортсмены. Но вот сейчас Юрий с центра разводит мяч и тут же удар по воротам. Вот это гол, вот это гол, что называется, в два касания. Смотрите, пас и тут же следует мощнейший удар. Просто великолепно. Счет в этом матче становится 5-3. Фору плюс 2 очка Юрий опять-таки сохраняет. Ну и, наверное, пару слов о формате этого турнира. О формате финала чемпионата России. Этот турнир походит по схеме мультитейбла. Имеется в виду, что игроки играют две игры на разных столах. Эти столы отличаются в первую очередь по своей поверхности. На одном столе идет более быстрая игра, на другом, соответственно, более медленная. Тем временем, вот сейчас в игре такая ситуация, когда мяч оказался в мертвой зоне. То есть, когда ни один из игроков не может коснуться этого мяча. Ну вот Юрий Жук, в соответствии с правилами, ввел мяч в игру. И сейчас атакует, и вот это гол. Посмотрите, в этом матче у нас в основном только такие голы как раз-таки. Очередной гол, забитый крайним защитником в дальний угол. Замечательный гол, главное, что он приносит результат. Теперь Юрий ведет в счете уже 6-3. Ну вот Шади, видимо, сейчас сделает контратвет. Да, это был удар, это фирменный удар Шади. Что умеет, то умеет наш мараканец. Хороший гол, счет становится 6-4. Но посмотрим, удастся ли Шади сделать что-то большее, чем просто сократить отставание в счете. Я думаю, Юрий Жук просто так это не позволит. Вот сейчас как раз мяч находится у красных, снова в линии защиты. И снова, как вы думаете, что будет? Конечно же, будет удар. Отличный удар, отличный удар. Но на этот раз уже правым защитником. Этот гол означает, что финальная точка в этом матче поставлена в питерском противостоянии. Победил Юрий Жук. Итак, в этом противостоянии уверенно победил Юрий Жук. Таким образом, он выходит в полуфинал чемпионата России. Вы смотрели лучшие матчи серии плей-офф финального этапа чемпионата России по настольному футболу сезона 2007-2008 на спортивном канале Системь ТВ. До новых встреч. Играйте в настольный футбол. Субтитры создавал DimaTorzok